Злая шутка Злая шутка Что ж, это последнее выступление И вот мы здесь В Лос-Анджелесе В мировой столице Изнасилований от сосов Да чё за пиздец здесь творится, а? С каждым днём хуже, когда казалось, что хуже уже не будет Достали Чарли Роуза Завтра утром в новостях будет очень тихо Чарли Роуз, а дальше кто? Капитан Кенгуру? Все Подряд Насилуют, как угорелые Я уже начинаю за себя беспокоиться Я 30 лет в шоу-бизнесе Я и не подозревал, как часто мне грозила опасность Реально пугающая херня Я вам так скажу Харви Вайнштайн — это первый человек Глядя на фотографию которого, я сказал Да, он насильник Вряд ли у этого уебана был выбор Далеко не красавчик Это мясистое, морщинистое лицо Да он урод, и знаете, что самое печальное? Он так преуспел в жизни Что наверняка не знает, что он урод Когда ты хорошо выглядишь Тебе об этом все говорят Выглядишь чудесно Здорово выглядишь Но если ты урод Ты должен как-то сам до этого дойти Нужно собрать воедино множество намеков Почему меня не пускают в этот клуб? Я же правильно оделся, я... Если б такое вытворял Брэд Питт, никто бы даже и не пикнул Девчонка такая выходит от него и говорит Я получила роль И при этом я хотел бы отметить, что я выражаю почтение женщинам Вы абсолютно правы Так держать И нам не стоит забывать об этом, парни Поскольку... Такое могло случиться с любым из нас Могло случиться со мной Я уже вижу эту картину Вижу, как захожу такое Здрасте У меня на три ночи встреча с мистером Вальштайном Привет, Харли, получил твою смс-ку Пришел поговорить на счет сценария Походу при свечах будет трудновато читать Но я все же попробую Пиздец, звучит как кошмар, вы только прикиньте Прикиньте, что вы на бизнес-встрече и какой-то хмырь Вдруг достает свой хер Прямо посреди встречи я бы сказал Йоу Йоу, чувак, это самая непрофессиональная херня, что я видел За всю свою жизнь Позволь мне закончить, Дэй Шабел Я тебя запихну во все три части «Властелина колец» Ну, поторопись, ниггер, у меня еще другие встречи сегодня Мне в полпятого утра идти домой к Бретту Ратнеру Кажется, будем гардероб мне подбирать Но в смысле, дела и вправду плохи, согласитесь И Кевин Спейси туда же Хватал мужиков за киску Я даже не знал, что такое возможно Господи Иисусе Он был с тем парнем из Стартрека Новое Поколение Он именно с ним и был В последний раз И судя по всему, он был не единственный Но именно он дал всему ход Ему было 14 лет И Кевин Спейси пристал к нему на вечеринки Я должен сказать, что, к вашему сведению Я в свое время бывал на многих вечеринках Не было ни одной хорошей вечеринки Из тех, на которой были 14 лет и мальчики Даже когда мне самому было 13, понимаете? Стоит такой чел, жающий пачку хаба-баба Я тут круто веселюсь, ниггер! Фу И вот что иронично Тот пацан в итоге так и вырос геем Что означает? У Кевина Спейси нюх на такие вещи был, как у трюфельной свиньи Да, этот мой Я не хочу обвинять жертву Но ситуация выглядит так, будто этот 14-летний гей угодил туда сам Я знаю, это неправильно, но так и есть Знаете, почему я так сказал? Потому что я ходил в художественную школу И там были одни геи, блин В старших классах там все были геями А геи намного более зрелые, чем мы И мы не знали почему Мы просто знали, что они зрелые Когда-нибудь видели гея за обедом? Идеальная осанка, сидят такие Едят с важным видом Потом достают термос И ты такой, что за нахуй, а? Он что там тайком винишко на обед попивает? Но мы не знали, что там Мы ведь были молодыми пацанами Которые хотели понять, кто мы есть И мы не понимали, что эти геи боролись За то, чтобы быть теми, кем они уже являются Впечатляюще, а? Дети геи были бесстрашными Бесстрашными нахуй Ни разу в жизни не видел испуганного гея Всем людям присущ страх Но если вас возьмут в заложники И свяжут вместе с геем Он все равно скажет Я хочу пить У меня сушняк, Дэвид Мне нужно что-нибудь выпить Ну тогда пристрели меня Лучше я умру от пули, чем от обезвоживания Чувак, я хочу пить Мне нужна вода Ну, шутки в сторону Не должен был Кевин Спейс Вытворить ту херню с пацаном Ему было 14 лет И он был вынужден Нести в себе секрет взрослого мужика Целых 30 лет Господи, его наверняка распирало от всего этого Но самое грустное в том Что сохранил он свой секрет еще полгода Я бы узнал, чем кончится карточный домик Да, господа и дамы Настали темные Темные-темные времена В Нью-Йорк Таймс написали, что Луи Си Кей Кончил себе на живот Ну я тоже в свое время сбрызгивал Че-то в новостях не написали Причем жутко вышло Они написали не так, как я сказал Они не написали, просто кончил на живот Вот они написали, это в стиле, блять Лауреатов Пуллицеровской премии Которую присудили Нью-Йорк Таймс Описали все в четких деталях, понимаете Семя Луи Си Кея вылетело, словно из вулкана Жена Ненавистничества Медленно сползло, подобно лаве Покрывая его в веснушчатый пенис А затем добралось И до огненно-рыжего пучка волос Господи, я тут пытался есть яичницу по-мексикански Эти чуваки Самое сложное в профессии комика Это то, что ты всех их знаешь Все ко мне такие подходят А ты знал? Ты знал? Чем занимается Луи? Нет, блин, сука, я не знал Мы, блять, о чем по-вашему общаемся в комедийных клубах? Привет, чё, как прошли выходные? Отлично Я просто дрочил перед лицами людей И кончал себе на живот Классно проводил время Ты же знаешь, как эти дела делаются Нет, конечно, я не знал Поди думать, что мы сидим, как в фильме Бриолин Такие Расскажи, расскажи, сопротивлялась ли она Пардон, хореография — это не моё Но вы поняли смысл Суть вы уловили Случилась жесть Но случай с Луи стал поворотным моментом Ну, все эти обвинения были ужасны Но только Луи Не надо мне этого говорить Это похуй Эти... Эти обвинения в его адрес вызвали у меня смех Ведь если задуматься Все его друзья прочитали эти строки о том, как он дрочит И они были удивлены И он их удивил тем Так и вижу, как все его коллеги-комики читают Про это такие Чего? Это кошмар Я знаю, это кошмар Простите меня, женщины Вы правы Вы правы Но в то же время Вы понимаете, о чём я? Ну, даже не знаю Господи, они лишили Луи всего Это просто... Возможно, наказание было чрезмерным Я не могу сказать Сразу ведь и не скажешь Именно в такие моменты тяжело быть мужиком Одна женщина сказала Луи Си Кей мастурбировал передо мной И разрушил мои мечты о комедии Серьёзно? В таком случае, мэм, возможно У вас никогда и не было мечты Ну правда, это уже слабость духа Это, блин, слабость духа Это уже перебор, ниггер Она же взрослая женщина Знаете, на что похоже это говно? На Contal Pro Слышали о таком? Это программа ФБР, придуманная Джоном Эдгаром Кувером Одним из пунктов этой программы было то, что они отслеживали Сексуальные привычки каждого человека Кого они считали врагом государства Чтоб была зацепка Именно оттуда у них была куча видео Где Мартин Лютер Кинг ебал шмар Но, к счастью для нас У него и вправду была мечта Думаете, если Блуи Си Кей подрочил перед доктором Кингом Он бы сказал Я больше не могу продолжать это движение Извините, но борьбу за свободу чёрных нужно прекращать Я и не знал, что этот чувак достанет свой хуй и начнёт так дрочить Я думал, мы немного припьём и поотвисаем Да, шоу-бизнес — это жёстко А эти женщины показали себя Я не люблю такое говорить, но они показали себя слабыми Знаю Звучит как пиздец, но не стоит мне об этом говорить Одна из женщин вот сказала, что Луи Си Кей мастурбировал Пока я говорила с ним по телефону Ты, сучка, звонок не умеешь сбрасывать? Каким же хуем ты планируешь выжить в шоу-бизнесе? Если такая преграда для твоих грёз Я понимаю, Луи был неправ, просто я говорю, что меня судят по более строгим параметрам, чем этих женщин Не забывайте, кто я Не забывайте, что я за человек Я? Чёрный чувак И не забывайте Как я здесь оказался? Моих предков похитили Я, блядь, не знаю, откуда мои корни Их бросили в трюм Их перевезли через всю Атлантику И многие из них умерли Выжили лишь сильнейшие И как только их привезли сюда Из них выбили всю человечность Нас превратили Во вьючных животных Нас заставили делать их работу Ирония в том, что сотни лет спустя Нас называют ленивыми Мы воевали в гражданской войне И чуть не освободили сами себя Позже, с приходом реконструкции Юга Чёрные зажили прекрасно Мой прадед был весьма богатым Но потом появились чёрные кодексы Закон Джима Кроу И снова началась сотня лет Неописуемого угнетения Начались линчевания Всевозможные теракты Чтобы удерживать нас в слое маргинала Но мы не сдавались И родился доктор Кинг И потом Дела наладились Лет через 20 После убийства доктора Кинга Майкл Джексон гулял лунной походкой В телеэфире Ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть И Барак Обама А потом Дональд Трамп И к чему же мы пришли? 400 лет кошмара Ушло 400 лет, чтобы понять Что главная слабость белых Встающие на колено во время гимна Это слабость духа Точно вам говорю? А-а-а-а Ты чё творишь, мигер, а ну встань! Даже вице-президент США Отметился в этом Майк Пенс решил сам посетить один из матчей. Этим черномазам придётся встать при виде меня. И вот все футболисты увидели на трибунах Майка Пенса. Это чё там, Майк Пенс? Камон, йоу, собрались, парни! Сражён. Слабость духа. Я мог бы разом сразить всех белых в Америке, знаете как? Я бы дождался Супер Боула. И в тот момент, когда будут петь гимн, я бы выпустил О'Джея Симпсона на 50-ярдовую линию. С его этими больными коленями. Это чё, О'Джея Симпсон на поле? Какого чёрта он задумал? Я знаю, что он задумал! Остановите его! Па-а-а-а! Возьмите уже себя в руки, йоу! Не хочу показаться грубым. Я понимаю, что вас расстраивают мои слова, но, знаете, я в курсе, я в курсе, что вы правы. Но, блин, детка, это же я! Я однажды оказался прав, помните? Кто-нибудь помнит, как я пропал из шоу-бизнеса на 12 лет? Помните, у меня было мега-популярное шоу, из которого я сам ушёл? Я помню, как ушёл от 50 миллионов долларов. А это куда труднее, чем уйти от Конопатого хуя-луи. Я не был уверен, что смогу вернуться к делу. Но вот я тут. Умерла ли моя мечта? Нет. Я эту хуйню помню. Вы, наверное, уже и не помните. Уходя из проекта в дверях, я бросил фразу «С Голливудом что-то не так!» И вроде все говорили, что я курю Крэг. Это я помню. Я помню, что меня называли сумасшедшим. Поэтому вы, в самом деле, правы, женщины. Поздравляю вас. Наслаждайтесь. Ну и за вами придут, сучки. Они придут за вами. Знаете, кто самый неудобный? Кто самый неудобный чел в комнате? Тот, кто прав. Однажды я был прав на оргии. Никто не ебал меня. Я просто расхаживал там, словно Том Круз в кино, и смотрел. И случайно испортил всю оргию. А испортить оргию легче, чем кажется. Вам лишь нужно дождаться, когда станет тихо, и сказать «Фу». Я чувствую вину. Но мне кажется, что ничего не случается просто так. Женщины, я хочу, чтобы вы победили в этом бою. Десять лет назад мне могло быть страшно, но теперь у меня есть дочь. И если победите вы, победит и она. Поэтому я болею за вас. И я согласен с вами. По крайней мере, идеологически, я думаю. Не знаю только, правильным ли методом вы действуете. Но кто я, чтобы судить? Я не говорю, что вы не правы. Просто нельзя построить прочный мир таким путем. Да, все плохие парни сейчас напуганы. И это хорошо. Но как только они потеряют страх, все станет намного хуже, чем раньше. На страхе не построить прочного мира. Спросите у черных. Такие вот дела. Этому городу нужно... Я говорю сейчас без иронии. Лекарства для Лос-Анджелеса находятся в Южной Африке. Вам, засранцам, нужны правда и примирение друг с другом. В конце апартеида должны были блядлиться реки крови по всем канонам мировой истории. Но этого не случилось. И лишь потому, что Дедзман Туту и Мандела с остальными смекнули, что если гниет система, то люди внутри этой системы, и те, кого эта система стимулирует, не преступники, они жертвы, и нужно судить саму систему. Но поскольку работа системы устроена настолько разрозненно, ровно как и информация, понять эту систему мы можем лишь тогда, когда все сознаются в содеянном. Расскажите о своем участии. Мужчины хотят вам помочь, но им страшно. Бен Аффлек пытался помочь. Эй, то, что произошло с этими женщинами, ужасно. Слышь, да ты сам мотал сиськи в 95-м. Ладно, парни, я умываю руки. Ну нахуй, не стану помогать. Я просто помочь хочу. Я хочу быть хорошим парнем. Я вот даже больше не могу говорить, я тоже. Кто-нибудь такой, Дэйв, я собираюсь пойти в комедийный клуб. Я такой, я также собираюсь пойти в комедийный клуб. Я даже не знал обо всем происходящем, но, видимо, я стал феминистом в последние три недели, потому что я больше не могу смотреть порно, как раньше. Иногда я его смотрю, но не могу кликать на эти ебаные заставки или название видео. Парень жарит молодую девку в жопу жестким стволом. Ну блин, я не могу кликать на такое. Ну в натуре, дайте мне ролик, на который я могу кликнуть. Мужику отсасывает карлик. Маленький человек, говорю я про себя. Часы уходят на то, чтобы найти нужный ролик. Ну-ка, что это тут? Слегка ухоженная феминистка наслаждается сексом по обоюдному согласию с немного гомосексуальным парнем, чей пенис такого же цвета, что и мой. Клик. Многих чёрных парней обошла стороной движуха про «Я» тоже, и не хочу себя сглазить. Знаете почему? Не секрет, что чёрные женщины тоже сталкиваются с подобным. Просто чёрные женщины со времён рабства не наговаривают на нас. Потому что они знают, каким бы плохим ни был чёрный, белые крайне жестоки. Им страшно видеть, как нас наказывают. Моя жена азиатка, она бы меня разнесла в ту же секунду. Хуй кому дадут спуску в доме Шапелла. А главная дикость в том, что я живу в стране Трампа. Я живу среди белых любителей факелов. Бедных белых. А я богат. И если настанет фора браться за вилы, у меня неприятности, ниггер. И никто из моей семьи мне не верит. Я пытаюсь сказать своим детям, нам нужны учебные тревоги. Не нужны нам твои тупые тревоги. А очень жаль, сынок, у тебя нет выбора. Вот если на дом налетят белые с факелами, что вы будете делать? Пап, хорош, нет, что вы собираетесь делать? Зажмуримся и встанем возле мамы. Вот именно. И что вы принесете мне? Твой пистолет и униформу садовника. Вот именно. Я выйду на улицу и узнаю, что им надо. Это дико. Да, дико, братан. Бруклин, ты откуда? Откуда? Нью-Йорк. Ты из Манхэттен? Бруклин. А, ты из Бруклина. Да. С виду, ты ограбишь любого, лишь с молотком в руке. Бруклинские ниггеры ограбят тебя с помощью всего, что найдут в доме. Мне только что порнули зубной щеткой. Видать, тот чел из Бруклина. Да я угораю просто. Да, блин. Вы, женщины, оказались правы. Признаюсь вам, ваша жизнь кажется мне адом. Нет, серьезно, я точно не знаю, как это быть женщиной, но я знаю страх. Я жил в Нью-Йорке, когда мне было 17. Я не мог платить по счетам. Знаете, как я зарабатывал? Я выступал перед наркодилерами, которые хотели отмыть свои деньги. Однажды я выступил особенно хорошо, и эти парни позвали меня в подсобку. Они отвалили мне 25 тысяч баксов наличными. Мне тогда было 18-19 лет. Мне было страшно. Я щедро их отблагодарил, положил деньги в рюкзак, прыгнул в вагон метро и направился в Бруклин в час ночи. Мне никогда в жизни не было так страшно. Потому что впервые в моей жизни у меня было что-то, что могли захотеть другие. И я про себя подумал, господи, если бы они только знали, сколько бабла у меня в сумке, меня бы убили из-за них. А потом я подумал, вот блядь. А если бы у меня всегда была пизда? Вот с этим живут все женщины. Я вам кое-что скажу. Поговорим серьёзно. Если б тебе наркодилеры дали мне пизду и сказали, положи её в рюкзак и отвези в Бруклин, я бы сказал, нет, я не могу это принять. Ну, знаете, я вам сопереживаю. Все злятся из-за этих моих шуток. Ну и вы поймите, сейчас лучший момент, чтобы их рассказать. Лучшие моменты не подобрать. И я знаю, что там за спиной у меня сидят комики, и у вас, засранцев, ответственность говорить опрометчиво. В противном случае, мои дети могут ни за что не узнать, что такое опрометчивость. Наслаждаться тем, что кто-то неправ. И я пришёл сюда не для того, чтобы быть правым. Я здесь, чтобы чисто поугарать. Чё-то вдруг как-то душно стало, да? Откуда вся эта духота? А что со мной-то произошло? Куда я пропал на 12 лет, раз меня не изнасиловали? Ну, наверное, чё-то ещё происходит. Может быть, эти изнасилования не самое худшее. Было бы нечто, да? Было бы нечто, верно? Можешь пойти в туалет, Бруклин, нечего тебе такое слушать. Все видали того чела, да? Он сейчас испытывает гигантское давление. Точно вам говорю? Лишь за то, что он здоровый, чёрный, и с такой прической он вызывает подозрения в чём угодно. Кроме преступления белых воротничков. Иногда мне хочется рассказать, где я пропадал, но вы не захотите слушать. А я пропал надолго, чуваки. Я был на обратной стороне. Страшновато сейчас быть белым чуваком, да? Но немножечко, нет? Не, ну тебя-то точно не обвинят. Ну, понимаешь, о чём я. Чёрному парню забавно наблюдать, как через это проходят белые, потому что для нас это обычное дело. Всех моих кумиров либо убили власти, либо их признали насильниками. Да, грустно, блин, я понимаю. Мы уже подобное видели. Взять Майкла Джексона. Помните, как на него гнали со всех сторон? Так ничего не доказали до самой его смерти. По их словам, он творил ужасные вещи. Как-то раз я смотрел документалку об этом. Там обсуждали всё, что якобы совершил Майкл Джексон. И пока они озвучивали все эти обвинения, начали показывать кадры его дома. Ранчо Неверленд. Когда-нибудь видели по телеку дом Майкла Джексона? Ну, если вкратце, там было много штук, которые заинтересовали бы детишек. И вот глядя на всё это, на экзотических животных, на колёса обозрения, карусели и прочее такое, чем больше я это смотрел, тем больше я понимал. Не думаю, что Майкл Джексон совершил хоть что-то, в чём его обвиняли. В его доме ничего не намекало на секс. Больше было похоже, что он просто понтуется перед этими сосунками. Всё не выглядело так, будто он пытался выебать детей. Скорее, он пытался их впечатлить. Он был типа Джей Зи для детей. Он просто бродил по своему дому. Это моя машина по производству сладкой ваты. Она производит 3 тонны сладкой ваты в день. Можете её есть, сколько влезет. А в этом шкафу лежат одни тапочки для каратэ, сделанные по заказу. Ну, круто же! Я попрошу свою обезьянку ещё принести кексиков. Ребята, давайте посмотрим кино. Какой фильм хотите посмотреть? Один дома? Не, не трогайте DVD. Тут с нами Макалей. Калкин, он всё сыграет вживую. Иди сюда, Макалей. Сыграй один дома для моего гостя. И дети такие... Эй, а вы классный мистер! Это, блин, просто фантастика. Мы ошибались насчёт вас. М? Ошибались? Не понимаю. Вы о чём? Ну, понимаете, мы думали, что всё будет как обычно. Вы приведёте нас к себе, дадите нам винный коктейль, ну и... отсосёте нам. Что? Отсоса... Ах вы, дети-педики! Никто не пытался вам отсосать. Я пытался показать вам лучшую жизнь. Бабблс, вышвырник хуям этих детей из дома. Вы такие же, как и все остальные. В Голливуде не место моральному абсолютизму. Понимаете, о чём я? Нам никогда не забыть, что Аркелли нассал на 15-летнюю девочку. А ещё он написал «I believe I can fly». Тот же парень, в той же жизни. Если б я показал вам видео, где он сын на ту девочку, а фон он бы включил «I believe I can fly», вас бы надвое порвало. Вы б не знали, что думать. Да всё нормально. Моя карьера закончилась много лет назад. Порядок в зале. Знаю, я ужасен, я ужасен. Прошу за это прощения. Рассказать, что со мной было? Нет. Есть соблазн рассказать, но я не хочу. Ну, может быть, в конце. Когда у меня кончатся темы для разговора. Вообще-то, они и так почти кончились. Я просто хочу сказать вам, что произошедшее со мной не... Мне в итоге пришлось не сладкое. Не знаю, представляете ли вы, что происходит, когда уходишь из успешного шоу, но вот чего точно не происходит. Вам не говорят «Удачи тебе в твоих будущих начинаниях». Вот такого не бывает. Мне пришлось туго. В натуре я видел, как всё идёт под откос без меня. Пришлось смотреть, как все эти люди снимают моё шоу. Кей и Билл, Эми Шумер, Мысли Мэнси. Я не говорю, что все они снимали моё шоу, просто до ужаса было похоже. Я был в ярости. А люди подходили ко мне на улице и говорили «Йоу, братан!» Большинство считали, что я сошёл с ума, но некоторые подходили и говорили «Йоу, нигер, ты поступил правильно! Ты мой герой!» Не хочу я быть твоим героем, нигер. Хочу быть богатым! Никогда не выбирайте быть героем, потому что герои умирают неудобной смертью. Всегда хотел побыть Полом Ривиром. Хотелось побыть героем на одно мгновение, понимаете? Скачка Пола Ривира заняла всего одну ночь. И спустя сорок лет он мог сказать «Народ, а помните, когда все спали, а я не спал, и на нас шли британцы...» Блин, хорошо, что я тогда не спал, а то все бы подохли. Вот поэтому я и хочу организовать сбор средств для Колина Каперника. Серьёзно, я им очарован. Хочу так сделать, чтобы ему больше не пришлось играть в футбол. Пусть играет, если захочет, но не хочу, чтобы ему снова пришлось. Ну а хули бы и нет. Я знаю, что он богат, и люди говорят, «Зачем мне давать деньги богатому парню?» Но надо. Надо. Потому что у этого перца жизнь шла как по маслу. Он настолько светлокожий, что мог бы и не говорить, что он чёрный. Но всё же... Он встал на колено во время гимна. Во имя нас. Он подумал о нас, когда у него всё было хорошо, когда он был сыт. Он... Он не подумал о своих заработках, но... Его всё равно лишили всех денег. Блин, да не должно так быть. Каждого, блин, человека, который подставляет плечо другому, всегда забивают ногами. А мы просто смотрим. Всякий раз, раз за разом, мы просто смотрим на это. А надо бы нам платить тем чувакам за такие изобличения. Потому что они делают нашу жизнь лучше. И мы можем изменить представление о мире, можно помочь одному такому засранцу добиться хорошего итога за правильный поступок. И другой, глядя на это, тоже наберётся храбрости на правильный поступок. И поступим мы так. Никакой Харви Ванштейн не насиловал бы всех по 40 лет, лишь потому, что какой-то тёлке нужна тупая роль. Нам нужно беречь друг друга. Разве не круто было бы? А помните того, который не стал убивать Иисуса и заполучил все деньги? Базарим посерьёзки. Тут дело не в расе. Это касается улучшения нашего общества. Это касается тех женщин, которые не стали молчать и все считают их храбрыми. И многие из них действительно храбрые, но некоторые из них, лишь некоторые, отсосали хуй и получили синдром раскаяния. Йо, в данном повествовании есть огромное упущение. Дело бы не зашло так далеко, если бы часть женщин не хотела пойти на этот шаг. Нельзя просить всех женщин держать строй. Некоторые женщины могут тянуть ношу тяжелее, чем у других. Поэтому нам нужно сражаться друг за друга. Мы должны простить тех из нас, кто слабее, и поддержать тех из нас, кто сильнее. Тогда мы сдвинем дело с мёртвой точки. Если вы дальше будете идти против отдельных лиц, система останется невредимой. На вашей стороне должны быть мужчины. Я вам так скажу. Вам попадётся куча несовершенных союзников. Я вам скажу, что произошло, но не стану говорить прямым текстом. Есть одна книжка, и на мой взгляд, она описывает все мои ощущения до того, как я покинул шоу. Книга называется «Сутенер». Написал её некто по имени Айсберг Слим. Подайте-ка я её сюда. Это Мэтью. Мэтью из Франции. Он белый. И при этом, да, у него есть оригинальное издание этой книги, которую написал чёрный американец, промышлявший сутенерством в сороковых. Айсберг Слим. На самом деле его звали Роберт Бек. Он получил прозвище Айсберг, потому что сидел в чикагском баре, в котором случилась перестрелка, и пуля прошила его шляпу, а он спокойно допил свой бокал. Сутенер любит такое говно, ему сказали, чувак, ты как льтина, ему понравилось это. Так оно и приклеилось. Книжка вначале даётся тяжело. В ней приводится словарь сутенерских терминов, потому что эти идеи совершенно не знакомы американскому уху. К примеру, знаете ли вы, что значит пробег шлюхи? Конечно, не знаете. Пробег шлюхи — это дикое понятие. Оно означает понимание сутенёром окончательного количества той херни, которую сможет сотворить человек, пока у него к хуям не поедет крыша. И хороший сутенер может посмотреть на женщину, которую видит впервые, и назвать её пробег. Её хватит на 500 раз. Таков её пробег. А после 500 у неё начнёт длиться через край. Они и вас оценивают. Как вы думаете, нахуя большинство из вас работают с 9 до 5? Потому что график с 9 до 6 вас убьёт. Именно Айсберг Слим рассказал о понятии «мамка в борделе». Кто-нибудь знает, что такое «мамка в борделе»? Кто-нибудь? Что такое «мамка в борделе», сэр? Это... Это ваша лучшая проститутка из всех, которые есть. Она приносит больше всего денег. Вот именно. Абсолютно верно. Ты чё, чёрный? Всё верно. «Мамка в борделе» — это главная шлюха сутенёра. Она та шлюха, которая помогает ему рулить другими шлюхами. Я повторю. Она та шлюха, которая помогает ему рулить другими шлюхами. Если бы Макдональдс был сутенёром, его мамкой в борделе была бы картошка фри. Остальные шлюшки были бы рыбными сэндвичами, вишнёвыми корогами, хернё типа того. Айсберг Слим описал одну из самых жестоких идей капитализма, которую я только слышал. Он детально описал, как эти мужчины ломают женщин так, что они отдают им все деньги, заработанные своими телами. Там есть настолько жестокая история, что я вздрагиваю от одной мысли о ней. Айсберг Слим пытается управлять женщиной, которая кажется ему неуправляемой. И он спрашивает у бывалого сутенёра, как её обуздать. А бывалый сутенёр отвечает, Айсберг Слим Айсберг, всё просто. Избей ты эту сучку вешалкой для пальто. А потом набери ей ванну и дай ей таблеток. Она будет так тебе благодарна, что ты подлатал её, даже забудет, что именно ты, падла, сперва её избил. Это просто жесть. Итак, в конце этой книги Айсберг Слим рассказывает историю, которая является кульминацией всей книги. В этой истории говорится про мамку в борделе Айсберга Слима, у которой кончался пробег. Если у неё был 500, то она была на отметке 498. Она была на изводе, по ней было видно, у неё ехала крыша, она начала нести бред про «я всегда хотела работать в цирке». В цирке? Да у неё реально бак свистит. Я даже жонглировать умею. Жонглировать? Он должен был её отпустить? Но было трудно отпустить мамку своего борделя, и он не был готов её отпускать, потому что его контора не могла восполнить её потерю. Но она этого не знала. Она не знала, насколько она ценна. В итоге он позвал её к себе, чтобы подстегнуть её. Он говорит, «Слышь, сука, пора нам с тобой расходиться». Она такая, «Ну отлично, мразь, ты мне и так не нужен, потому что у меня есть знакомый в цирке братьев Ринглинг». Он такой, «Да плевать вообще». У меня для тебя последнее поручение. Поручение на большую сумму. Сделаешь всё грамм, нам оба получим деньги и разойдёмся своими дорогами. «Ну хорошо, мразь, чё тебе от меня нужно?» В общем, в гостинице через улицу находится парень, он ожидает тебя в номере семь. Пойди туда и трахни с ним. Но перед этим нужно кое-чё подсыпать ему в бокал. И тогда он заснёт. А когда он уснёт, возьми чемодан, который лежит у него на кровати и принеси его мне. Вот и всё поручение, сучка, справишься? Конечно, справлюсь, мать твою, скорее бы уже от тебя избавиться. А потом она выбежала на улицу, прыгнула на одноколёсный велосипед и поехала на ту сторону улицы. Айсберг наблюдал за ней, и, блин, она хороша. Блин, не дрочи ей на лицо, глядишь, она и вправду работала бы в цирке, а? И вот она забегает на лестницу мотеля и исчезает в номере семь и пропадает надолго. Очень надолго. Настолько, что Айсберг даже немного забеспокоился. Но вдруг она возвращается. Он говорит, что случилось, сучка, где чемодан? Папочка, я его не взяла. Что значит, его, блядь, не взяла? Ты чё вообще? Она говорит, я сделала всё, как вы велели, но тот мужчина, он неважно выглядел. Что-то пошло не так, папочка. Ты о чём вообще, сучка? Ты подсыпала ему то говно в бокал. Я сделала всё, как вы сказали, папочка. Я всё высыпала ему в бокал. Погоди, сучка, ты что? Ты высыпала всё ему в бокал? Ему пришлось, короче, самому всё увидеть. И вот они вдвоём идут к мотелю, поднимаются в номер 7. На кровати лежит бездыханное тело белого мужика, с которым она должна была поебаться. Айсберг говорит, ты права, сучка, хреново он выглядит. Какого хуя? В общем, он позвонил другу врачу, который был неподалёку. Врач пришёл, осмотрел тело и сказал им то, что было и так очевидно. Слим, этот мудил и склеил ласты. О, господи, папочка, о нет, о нет, мы его убили. Он говорит, успокойся, сучка. Мы ни хрена не делали. Ты убил этого уебана. А потом он подошёл к кровати и взял чемодан, раскрыл его, а он был набит деньгами, они оба в жизни не видели столько денег. Айсберг взял оттуда немного и отдал врачу, и врач осторожно удалился. Ладно, блядь, дай подумаю. Я могу всё за тебя разрулить. Могу кое-кому позвонить. Но если я ему позвоню, я буду перед ним в очень большом долгу. Господи, папочка, прошу, я не хочу в тюрьму. Я тоже, так что заткнись ты нахер. Он взял телефон, она слышала, как он что-то бормочет в трубку, он повесил трубку, она начала шляться по комнате, он просто стоял молча и вместе, они ждали и ждали, и вдруг внизу подъехал фургон. Вышли два парня с ковром, они поднялись, расстелили ковер на полу, швырнули тело на ковер, замотали его словно буррито, взяли и швырнули ковер в багажник фургона. Они вернулись, айсберг снова открыл чемодан, дал им немного денег. Говорит, я свяжусь с вами попозже, не надо с нами связываться, нигер, мы сами тебя разыщем, ну и ладно, нигер, и они уехали. О, господи, папочка, господи, ёбываем отсюда, спускайся и садись в машину, будем уходить по отдельности. Она вышла, села в машину. Айсберг схватил чемодан, подождал несколько минут, посмотрел в окно и потом спустился к ней. Они оба сели в машину и уехали. Она ревела, как белуга. Ой, что ж мы наделали? Я ж тебе сказал, сучка, мы ничего не наделали. Это ты его убил, и я прибрал тело. И теперь мы с тобой связаны секретом, ты поняла? Я точно никому не скажу, сучка. А ты? О, нет, я не скажу. Ну ладно, детка, спокойнее. Тебе нужно будет остаться со мной, пока все не уляжется. Хорошо, хорошо, хорошо. Такая вот игра. Вот как все это говно устроено, дамочки. Вы поняли? У этой бабы кончался пробег, она была на 498-ой отметке, и в итоге она была на побегушках у айсберга еще полгода. Наверное, выполнил еще 200 поручений для него. Врубайтесь. Это лютая жесть. Но самая жесть в том, что тот мертвый мужик на кровати вообще не был мертв. Это был друг айсберга, прикинувшийся спящим. Врач тоже был не настоящий, просто мудил им мясник, у которого был белый халат. Ну, а те мужики из фургона были одеты как грузчики, потому что они и были грузчиками, а айсберг просто купил себе новую хату. Ну, а в той сумке все деньги были самого айсберга, те деньги, которые он заработал на всех этих женщинах. Это жестокая игра. Это же просто мать его манифест капитализма. И именно поэтому я отправился в Южную Африку. Так что теперь мы связаны маленьким секретом, сучка.